Всех приветствую на своем канале. Сегодня в свой обзор я хотел бы посвятить модели Херсонского электромашиностроительного завода Электромаш, а именно ГАЗ-69. Данная модель выпускалась на этом предприятии с 1988 по 1995 год. Прообразом для этой модели послужил реальный советский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69, который был создан конструкторами Горьковского автозавода в послевоенное время. Массовое производство данным вездеход поступил в 1952 году и производился уже на Ульяновском заводе вплоть до 1973 года. Данный автомобиль популярен до сих пор из-за своей удачной конструкции и технических характеристик, не говоря уже о середине 20 века, когда данный автомобиль использовался во всех отраслях народного хозяйства СССР и был просто незаменим. В народе его называли и Бобик, и Труженик, и Козлик, и Газик, но это скорее было ласковое прозвище, так как машину действительно любили и почитали за ее вездеходность. Всего было произведено более 600 тысяч моделей разных модификаций за все время. Херсонская модель ГАЗ-69 была полностью пластиковой, капот модели поднимался и под ним была копия моторного отсека с двигателем. Съемной частью был также тент и боковая запаска. Модель можно полностью разобрать и количество деталей довольно внушительное, что сказывалось на сложности сборки и цене. Продавали в то время ее за 2 рубля 20 копеек. Из слабых мест этой модели можно отметить боковые фонари, штырек запаски и буксировочная петля. Также могут отламываться руль и держатель тента. Лично мне эта модель очень нравится, так как аналогов моделек ГАЗ-69 в этом масштабе советского периода я не встречал. Очень жаль, что ее не делали в металле в то время. Она была бы еще ценнее и интересная, так как сам по себе автомобиль ГАЗ-69 даже сегодня, если встретить его на улице, очень необычно выглядит и привлекает внимание. По периодам производства особенных каких-то отличий или редкостей для этой модели не наблюдается. Модели более раннего варианта имеют высокое расположение дверной ручки правой двери и более рельефной формы элементов кузова, ручек, петель, горловины, бензобак и воздухозаборника. Цвет тента и двигателя более серый, без металлизированного оттенка. Поздние варианты отличались заниженным расположением ручки правой двери. Тент и двигатель были по цвету как бы с металлизацией. Элементы кузова уже были менее рельефные по сравнению с ранними вариантами. Возможно установка колес как с тонкими, так и с более грубыми имитациями гаек. Мои модели ГАЗ-69, судя по данным признакам, можно отнести к более раннему этапу производства, так как ручки еще завышены, хотя учитывая тот факт, что все детали как в ранних, так и в поздних моделях взаимозаменяемы, то возможно частично что-то есть из поздней, так как цвет немного отдает металлизации. Коробка для этой модели известна одного варианта, картонная с прозрачным окошком. На данной коробке была краткая информация про модель и технические надписи производителя. Коробка не является какой-то редкостью и до сих пор они всплывают в продаже по доступной цене, так как не печатали их видно довольно много. В советское время данная модель особой популярностью не пользовалась и продавалась плохо, поэтому ее поставляли даже за пределы СССР для продажи. На сегодняшний день модель нельзя назвать редкой, но в продаже в целом состояние ее не часто все-таки можно встретить. Цена за герсонский ГАЗ-69 в комплектном состоянии стартует от 10 долларов и доходит до 50 долларов за модели с коробками и с цветом отличающимся от стандартного темно-зеленого. Всем спасибо за просмотр данного видео обзора. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. До скорой встречи!